Здравствуйте, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость видел, что наши технологии и наше электричество однажды исчезнут. Никаких телевизоров. Никаких. Мобильных телефонов. Никакого GPS и даже машин. Он также видел, что вы не просто выживете, но будете процветать. Процветать сверхъестественным образом. Если вам интересно, смотрите далее. Существует ли сверхъестественное измерение? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Со мной полковник Джеймс Дюрам. Ты строил свою карьеру в армии и провел там более 30 лет. Твоя вера росла благодаря сверхъестественным историям, которые происходили с тобою там, на службе. Ты получал видение. Много раз посещал небеса. Расскажи мне о том, как ты увидел падение нашей системы энергосетей. Это касается каждого. На самом деле, это были два цикла видений. В первом я перенесся в духе в место, которое выглядело как старый завод. Там все было сделано из дерева и было очень мало металла. А посреди него стояло огромное устройство. Я не видел ничего подобного в своей жизни. Я подумал, что на земле не осталось в живых тех, кто знает, как управлять этим устройством. Но когда-то люди знали, как пользоваться этим устройством. У него были длинные кожаные ремни, которые, скорее всего, были связаны с водяной мельницей, и питали это устройство. Господь сказал мне, что наступит время, когда людям придется снова учиться тому, как строить и использовать такие устройства, которым не нужно электричество или топливо. «Вот это да», — подумал я. После этого я внезапно оказался в видении в другом месте. Я шел по большой зоне, которая казалась мне брошенной. Я видел инструменты, которые валились там, там было множество инструментов. Было такое ощущение, словно бурное пламя прошлось по этой зоне. Некоторые из этих инструментов сплавились и стали бесполезны. Я продолжил идти и увидел кучу компьютеров. Они были абсолютно бесполезны. Не было никакого электричества, не было проводов, не было интернета. Потом я увидел на земле мобильные телефоны. И услышал, как Господь сказал, что наступит время, когда все эти вещи, к которым мы так привыкли, исчезнут из-за отсутствия сети. И нам нужно будет научиться доверять Ему и делать все иначе. Хорошо. Ты также пережил видение, в котором Иисус сказал тебе, «Я приду скоро», а Мой народ не готов. Вот почему ты написал свою книгу о приготовлении. Миру не нужна очередная книга о приготовлении. Я прав или нет? Поправь меня, пожалуйста. Ты прав. Я пережил череду видений, и в двух из них Господь рассказал мне об этом. Я увидел, как Господь прибывает с армией небес в белых одеждах. Они были на лошадях. Они ехали мне навстречу, и я был рад видеть их. Но когда они доехали до меня, Иисус остановился. Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал, «Я приду очень скоро, а Мой народ не готов». Я слышал грусть в Его голосе из-за этого. Через несколько дней я снова оказался на небе и пережил нечто подобное. Иисус подъехал ко мне и в этот раз сказал немного другие слова. В этот раз Он сказал, «Вот я приду очень быстро, а Мой народ не подготовлен». Я ощутил острое желание в духе. У меня было такое чувство, что Господь сказал мне, «Тебе и другим нужно приготовиться». Вы должны научить других людей, как приготовиться. Не тому, что люди обычно представляют, когда речь заходит о таких вещах. Ты не говоришь о накоплении запасов еды или воды. А о чем же ты говоришь? Я говорю о том, что мы должны стать психологически устойчивыми, чтобы, несмотря на условия, мы могли стоять твердо. Как сказал Павел, «Будьте готовы преодолеть все и устоять. Мы станем стойкими последователями Иисусом, когда будем готовы». Вторая часть состояла в том, что нам нужна духовная стойкость. Вещи будут происходить так быстро, что если мы не будем двигаться с Господом, то останемся и потеряемся. И нам нужно развивать подобную стойкость прямо сейчас, чтобы стоять несмотря ни на что. «Наш дух должен быть сильным. Мы должны стоять в вере и верить в Господа, доверять Ему в том, что Он будет с нами и позаботиться о нас». А что ты скажешь тем, кто говорит, «Все это так, но у нас есть 50 или даже...» Более того, 100 лет. Я не буду заниматься этим сейчас, потом. Есть люди, которые говорят так. Я переживаю, что они не различают в духе. Им нужен дар духовного развлечения. Все, что я вижу в учениях Иисуса о последних днях, говорит о том, что это может произойти прямо сейчас. Это может случиться сегодня, завтра, а может и через 100 лет. Если так, аллилуйя. Будем жить и ожидать. Но это может случиться и сегодня. Если я верю в это, а я верю, то я должен быть готов каждый день, чтобы встретить Его, когда Он вернется. Я считаю, что мы должны готовиться. Многие устали от послания об этом. Они слышали об этом столько раз, но ничего из этого пока не сбылось. Иисус сказал мне, передая людям, «Не сдавайтесь, не уставайте, не сомневайтесь, держитесь за то, чему Я научил вас однажды». Помните прежде всего о том, что может случиться в любую минуту. Повторю, это может произойти в любую минуту. Иисус говорит, что никто не знает дня или часа. Иисус сказал тебе, чтобы ты рассказал людям, и они были готовы. Джеймс говорит, что демоны блокируют особые двери на небо, чтобы вы не получали ответы на свои молитвы. Когда мы к вам вернемся, Джеймс расскажет нам о том, как вам открыть небеса для всех ваших молитв. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Джеймс, недавно ты пережил видение об открытом небе. Да, так и есть. Это видение было похоже на те, что я переживал в прошлом. Но это я пережил не так давно. Когда я говорю об открытом небе, то не вижу прямоугольных дверей или окон. Я вижу круглый просвет, который проходит через облака и открывает небо. В этом видении я парил в космосе. Там было несколько порталов, как я их называю. Вместо дверей на небо открылись порталы. Я хотел пройти через один из этих порталов, чтобы провести время с Иисусом. Я больше всего люблю проводить время именно с Иисусом. Но когда я начал смотреть на эти порталы, темные облака начали закрывать практически все порталы, которые были передо мной. Одна туча проходила, а на ее место приходила другая. То есть, если бы ты знал, где они находятся, то мог бы получить ответы на молитвы и достичь всего, что ты должен, согласно Библии. Но нужно знать, где они. И что же ты увидел? Я увидел эти тучи и обратился к Господу, чтобы он разрушил силу врага и не позволял ему закрывать открытые порталы. И тогда я понял, что это были порталы для молитвы. Как только я попросил об этом Господа и вместе с ним запретил злудействовать, темные облака ушли, и порталы снова открылись. Это не были какие-то маленькие порталы. Они были огромные. И сразу же через них начали проходить молитвы людей. Господь сказал, что Он показал мне все так, но на самом деле молитвы не прекращались. Это обман врага. Он пытается посеять сомнения в нашей жизни, чтобы мы боялись и думали, что небеса закрыты, что наши молитвы не слышат. Я постоянно слышу это от людей. Господь не слышит мои молитвы. Нет, Он слышит. Он слышит ваши молитвы. И даже если вы видите темные облака, это темнота внутри нас. И нам нужно избавиться от этого, чтобы мы увидели истину и были уверены в том, что наши молитвы доходят до Господа. Ты написал целую книгу о духовном приготовлении. Если бы я был Богом, то выбрал бы полковника для того, чтобы написать инструкцию по выживанию в последние дни. Поделись с нами некоторыми шагами. Мне очень понравился один шаг, который называется «Оставьте лишний багаж». Я также получил это видение. Сюрприз, не так ли? Я двигался по прекрасной дороге в горах. Дорога шла через горы, так что я приближался к цели. Она была ровной и легкой. Это немного непривычно, но именно такое она была. Я внезапно добрался до преграды. И эта преграда перекрывала всю дорогу. Там был знак, на котором было написано. Чтобы продолжить движение, оставьте весь лишний багаж. Я увидел несколько чемоданов, которые оставили другие. Я оставил все, что у меня было. После этого преграда исчезла, я продолжил движение. Я начал молиться о том, чтобы понять значение этого багажа. Что нам нужно оставить? Господь показал мне, что есть духовный багаж, от которого мы должны избавиться. Одно дело нести материальные вещи. Но если на вас давят духовные вещи, это другое. Господь сказал, что мы должны избавиться от всех неразрешенных грехов. И Он уже создал процесс для этого. Все, что для этого нужно, покаяться. Попросите Иисуса простить нас и снова прийти в наше сердце. Он также сказал, избавьтесь от человеческих доктрин. Вернитесь к моим доктринам. Оставьте этот багаж, все то, чему вы учились, всю свою жизнь, и что не соответствует Библии. Избавьтесь от ложного чувства вины. Ложное чувство вины – это когда мы ощущаем вину за то, что мы не можем контролировать. Это ложное чувство вины. Вы невиновны в том, что не могли сделать то или это. Но многие люди носят этот багаж. Мы видим это по всей стране сейчас. Мы даже не родились, когда некоторые из этих событий происходили. И не только это. Есть вещи, которые мы совершили, и которые, как говорит Библия, были прощены нам. Пока дьявол знает о том, что есть чувство вины, незаслуженной вины, Он будет приходить и мучить нас. Мы должны избавиться от этого. Как нам избавиться? Я считаю, что есть особый путь, который нам тяжело понять. Мы знаем, что Господь говорит, что Он прощает наши грехи и забывает их. О, да. И Он больше не вспоминает об этом. Мы с тобой, а также все наши зрители сотворены по образу Божьему. И у нас тоже есть способность забывать. Проблема в том, что нас учили вспоминать. 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 А нам нужно научиться забывать. Поступать так, как наш Небесный Отец. Как Иисус. И забывать эти вещи. У нас есть эта способность, которую мы можем использовать. И должны. Честь подготовки активировать те дары, которые Бог вложил в нас, и забыть то, что нас сдерживает. Вот это да. Когда это случится, то в нас будет только Иисус. Разве это не чудесно? Джеймс побывал на небе. Он видел комнаты на небе, которые доступны нам. В их числе и небесная комната исцеления, и комната славы. Он видел дары, которые доступны сейчас. Смотрите далее. Знаешь, ты провоцируешь во мне зависть, полковник. Расскажи мне о тех комнатах, что видел. Я знаю, что ты видел множество комнат, так вот, поведай нам о комнате исцеления. Видение Дух перенес меня в это место. Иногда люди не понимают, о чем идет речь. Я думаю, это то, что Господь делает для того, чтобы мы увидели реальность. В моем восприятии мое тело было взято через открытые двери на небо. Я был там с огромной толпой людей. Я не знаю, сколько их было, потому что там, где мы были, было темно. Но там стояли сотни людей, и прямо перед собой я увидел комнату. Двери не были прямоугольной формы, это была большая арка. Было такое ощущение, что 20-30 человек могли пройти через нее одновременно. Это была большая арка. Мне кажется, что когда Бог открывает что-то, то делает серьезную работу. Я понял, что меня приглашают в эту комнату. Я думал, что другие тоже пойдут, но они не шли, а просто стояли там. Я не мог понять этого. Тогда я пробился через толпу и вошел в эту комнату. И первое, что я сделал, оглянулся назад, чтобы понять, идет ли кто-то за мной. Но нет, они продолжали стоять там, словно не знали, что делать. Я понял, что Господь зовет меня в ту комнату. Эта комната была наполнена янтарным сиянием. Оно было теплым и мощным. Я знал, что это была слава Господа. Она сияла в той комнате. И когда я вошел в комнату, то Дух Святой сказал мне, «Это комната исцеления». После этого он объяснил, что она нужна для моего исцеления, а также для исцеления других. Она должна высвобождать помазание даров исцелений. И когда я стоял там, то принимал слова знания об исцелении. Это касалось исцеления не только телом, но также дары исцеления Духа и Души. Я внезапно ощутил, что кому-то причинили боль, кого-то предали. Что кто-то сделал этому человеку что-то, что оставило шрам в его духе и повлияло на его способность двигаться в духе. Я не знаю, кому предназначалось это слово, но я высвободил его. Я сказал, что Господь исцеляет вашу боль прямо сейчас. Я верю, что прямо сейчас эта сила исцеления продолжает работать. Я верю в это. Я верю, что говоря об этом, кто-то из наших слушателей, кто прошел через эту боль, предательство, разлуку, получит исцеление Божие от этой боли. Он желает освободиться от ограничений этой боли, освободиться, чтобы вы двигались вместе с ним в силе последних дней. Тогда я начал получать слово знания о духовном исцелении. Я получил слово о людях, у которых болела шея. Им было очень больно, и казалось, что никакое человеческое лекарство не может исцелить эту боль. Но Господь сказал, я исцелю эту боль сейчас. Я верю, что кто-то, кто слушает нас сейчас, получит исцеление от боли в шее немедленно. Я все еще ощущаю, как это помазание течет через меня. Я начал ощущать, что кто-то, у кого сильно болели лодыжки, ему было тяжело двигаться, скоро освободиться не только от проблем с хождением, но и от боли. Я получил слово знания о том, что Бог заберет вашу боль, заберет ограничения, и они больше не будут сдерживать вас от вашего предназначения в царстве. И тогда, как и сейчас, я услышал, что кто-то, у кого есть проблемы с правым коленом, кто переживает сильную боль в правом колене, Господь исцеляет вас прямо сейчас. И внезапно я увидел масло. Это был елей помазания. В последней главе послания Иакова сказано, чтобы они молились и помазывали елеем. Я видел, как Господь изливал этот елей на людей, которые были в разных местах. Я думаю, что это было не только для меня, но и для тебя, и для каждого, кто готов быть Вадимом Господом, готов прийти в комнату исцеления, принять помазание, исцеление. Это елей не только исцеление, но и помазание для того, чтобы служить тем же даром другим людям. И когда я был там и хотел остаться подольше, мое внимание привлекли двери на другой стороне комнаты. Это были очередные двери с аркой. И в той комнате был синий свет славы. Я перешел в другую комнату, потому что Господь вел меня туда. И в той комнате я увидел несколько вещей. Во-первых, там было откровение о том, что будет в будущем. Далее, во-вторых, Господь высвобождал дух приготовления. Он изливал на нас елей, который поможет нам приготовиться к тому, что будет в будущем. Он готовит нас к трудным временам. Это елей защиты, чтобы мы не переживали о том, что происходит сейчас в мире, потому что Господь защищает нас. Многое из того, о чем ты пишешь в своей книге, взятое из комнаты славы откровения. Я также верю, что если ты посмотришь в камеру и помолишься прямо сейчас, то сможешь высвободить славу для людей. Аминь. Простите, она сошла сейчас на меня. Не извиняйся, пусть она сойдет и на меня также. Господи, я молюсь, чтобы ты высвободил силу твоего мощного пребывания. Пусть она придет ко всем, кто слушает нас. Где бы вы ни были, дух не ограничен временем и пространством. Господь высвободит для вас то же помазание славы и ту же силу его воскресения. Вы переживете то, что я переживал. И даже больше, когда Господь будет использовать вас в своей армии последних дней. Господь наполнит вас этой славой. Я высвобождаю ее для вас. Иисус сказал, даром получили, даром давайте. Я получил даром и теперь даю вам даром во имя Иешуаха Машиаха. Я говорю на это, слава Божия приходит. Аминь. Многие из вас никогда не переживали Бога на практике через Мессию Израиля Иешуа Иисуса. Скажите Ему, что вы сожалеете о своих грехах. Верьте в том, что Его кровь омоет ваши грехи. Попросите Его прийти и стать вашим спасителем и Господом. Все просто. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я Джон Бенефил. Многие считают, что Америка пропащая страна. Но так ли это? Я верю, что на самом деле для Америки есть надежда. Бог дал пророческие стратегии, которые вы можете использовать, чтобы преобразить свой дом, свою общину и страну. Отбросьте отчаяние и страх. Присоединяйтесь ко мне на следующем выпуске программы «Это сверхъестественно» с Сидом Ротом. У божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. АСН онлайн сеть программы «Это сверхъестественно» предлагает круглосуточный прямой эфир программ на вашем мобильном устройстве или смарт-телевизоре. Я могу смотреть мои любимые телепрограммы в любое удобное время. У меня необычные тренировки, а также и мой подкаст на АСН. Загрузите бесплатное приложение уже сегодня. У божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. АСН онлайн сеть «Это сверхъестественно» для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению АСН. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. АСН это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями, выбирайте из десятка впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно. У Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества, он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN онлайн сеть это сверхъестественно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно вы должны получить это. ISN это записи наших программ доступные 24 часа в сутки 7 дней в неделю на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями, выбирайте из десятка впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно, у Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному.